Библейский портал экзегет.ру представляет Мы начинаем изучать книгу «Исход» в рамках библейских бесед интернет-портала экзегет.ру. С вами сегодня Сладков Андрей Иванович, преподаватель Перервинской и Срединской духовной семинарии Российского православного университета, специалист в образе православного богословия. Мы с вами, как я уже сказал, изучаем книгу «Исход», но прежде чем приступить непосредственно к самому тексту, хотелось бы привести слова Господа и Спасителя Иисуса Христа. Господь Иисус Христос в Евангелии Теана, в 5 главе 39 стих, говорит такие слова «Исследуйте священные писания, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Эти слова Христа Спасителя именно о книгах Ветхого Завета, так как, когда он их произносил, Нового Завета еще написано не было. Итак, книга «Исход» само по себе название говорит о том и как бы призывает человека выйти из какого-то состояния, то есть откуда-то исходить. Книга «Исход» была написана на древнем еврите, также есть ее перевод на древнегреческом языке, поэтому на еврите она называется как имена, а на греческом языке как «Исход». Когда мы с вами будем исследовать книгу священного писания, то мы будем прибегать к методике святоотеческого истолкования, потому как книга священного писания – это божественное откровение, сверхъестественное откровение. И здесь всегда действует один принцип. Подобное познается подобным, то есть сверхъестественное познается сверхъестественным. И в этом смысле отцы церкви – это те люди, которые стяжали благодать Святого Духа и своей жизнью исследовали священное писание. Итак, книга «Исход» начинается с того, что напоминается, как народ израильский попал в Египет и впоследствии в египетское рабство. В книге «Бытие», которая первая книга священного писания, книги Библии, говорится о том, как Бог творил этот мир, говорится о том, как произошло зло, как оно проникло в человеческую природу. Далее говорится о том, как народ израильский попал в египетский плен. Братья Иосифа предали его, но, как сказано у апостола Павла, любящим Бога все содействует ко благу. Иосиф любил Бога, и поэтому Господь его возвел и даже в плену. Как вы знаете из книги «Бытие», кто не знает, можете ее почитать или послушать. То, несмотря на то, что он находился в плену и, в общем-то, попал в рабство, его тот начальник того времени в Египте возвысил. Но книга «Исход» начинается и говорит о том, какие сыны жили, так и написано в первой главе, в первом стихе, в Египте с того времени, как Иосиф попал туда. А братья, продавшие его со временем, пришли туда, когда был голод для того, чтобы кормиться от Иосифа. В общем-то, то, что описывается, опять же повторюсь, в книге «Бытие», и это необходимо знать, эту связку, для того, чтобы нам было понятно, как народ израильский попал в это египетское рабство. Итак, приступим непосредственно к тексту. В первой главе, первого стиха сказано, вот имена сынов Израилев, которые вошли в Египет, с Иаковом вошли каждый с домом своим. Здесь перечисляется колено израильский, Рувим, Симеон. И далее, в шестом стихе, упоминается о том, что умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. Зачем сказано о том, что умер Иосиф? Мы и так знаем, что он уже не входит в страну из книги «Бытие». Что его уже нет. Но это говорится о том, что далее, когда мы с вами будем рассматривать тексты, вот как они и звучат. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, вот народ сынов Израилев, многочисленные селей нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножился, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Нам необходимо прочитать некоторый текст, для того, чтобы было понятно, на чем идет речь. «И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых». И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилев к работам и делали жизни горько от тяжких работ, над глиной, кирпичами, от всякой работы. Мы видим, что здесь, как это обычно бывает в нашей жизни, один царь знал Иосифа, он его любил, даже поставил его, если можно так выразиться, современным языком, премьер-министром, то есть правой рукой в управлении египетским государством. Но вот он умирает, и другой фараон, который приходит к нему на смену, он уже не хочет его знать, не общается с ним. И более того, он выражает такие опасения, что народ израильский размножается, и он может, когда наступят какие-то военные действия, присниться к неприятелю, так как он находится в рабстве, и пойти войной против непосредственно той страны и тех правителей, в которой он живет. И потом египтяне жесткостью, как сказано, принуждали сынов Израилев и делали жизни горькую, от тяжких работ, над глиной, кирпичами, от всяких работ полевых, от всякой работы, с которой принуждали их. Царь египетский повелел повевальным бабкам евреянок и их, коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал им, «Когда вы будете повевать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умерщвляйте его, если будет дождь, то пусть живет». Но повевальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставили детей в живых. Царь египетский призвал повевальных бабок и сказал им, зачем вы так делаете. Ну, они здесь интересно с ним вступают в диалог, они говорят, прежде чем мы придем, то уже эти женщины израильские, они уже рождают, потому что они сильнее, чем египетские. И далее сказано, «За сие Бог сделал добро повевальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». То есть мы видим, что Бог делает добро повевальным бабкам. У нас возникает вопрос, и даже два. Первый вопрос. Сказано, что Бог ожесточил сердце фараона. Часто люди спрашивают, Бог ожесточает сердце фараона, что Бог одних людей делает жестокими, а других делает добрыми. Здесь какой-то закон предопределения. Нет, это не совсем так. Дело в том, что в Священном Писании есть много таких, ну, так скажем, таких словооборотов, для того, чтобы нам было понятно то, что Бог есть творец и промыслитель этого мира и знает действия каждого человека. И что с ним будет, когда его еще не было, и что с ним будет, когда он его не будет, и что с ним будет, когда он есть на этой земле. Например, когда мы с вами читаем книгу «Бытия», мы помним, что, если вы наверняка ее исследовали, думаю, что часто там встречаются такие словообороты, что Бог вспомнил, например, о Ное, когда он находился в Ковчеге. Или сказано, что Бог искушал Авраама. И у нас возникает вопрос, что Бог что-то забывает, или когда-то может отключиться от управления этим миром. Или искушает Бог, например, Авраама, что мы задаем себе вопросом, Бог желает какого-то зла человеку. Ну, это не совсем так. Также сказано, что Бог ожесточил сердце фараона. Дело в том, что человек иногда в своем, в своей злобе, он настолько закостевает его сердце, становится грубелым и черствым, что уже человек не способен, бывает, к покаянию. Но с человеком такое бывает редко. Более здесь говорится прообразно о фараоне. В Священном Писании, когда говорится о Египте и фараоне, всегда здесь два прообраза. Фараон — это всегда прообраз дьявола, а Египет — это всегда прообраз ада. Поэтому мы знаем, что дьявол не может покаяться, сердце его огрубело, он достиг апогея в своей жизни, в своем существовании, беззаконии. Поэтому он сам для себя закрыл состояние покаяния. Хочу также напомнить, что Священное Писание Ветхого Завета — это, как сказано, детоводитель ко Христу. Все, что есть в Священном Писании, — это не что иное, как прообразы, которые во всей полноте будут раскрыты в книгах Нового Завета. Итак, когда говорится о том, что Бог ожесточил сердце фараона, это первый прообраз. Фараон — это образ дьявола в Ветхом Завете. Египет — это мир или ад, или мир, о котором сказано, что он возле лежит. А то, что касается, видимо, он дает повеление, чтобы убивать детей Израиля, и видим, что сказано, что повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Это говорит о том, что они не стремились к тому, чтобы обмануть. И Бог им, вернее, не дал свою благодать за обман, а на самом деле Бог их награждает за то, что они были склонны к милосердию. Здесь в первой главе Священного Писания есть два очень таких ярких образа. Это жестокосердие фараона и милостивое сердце этих, как о них сказано, бабок, которые принимали роды у еврейских женщин. Итак, Блаженный Августин по этому поводу пишет следующее цитата. «Мы были выведены из Египта», потому как прообраз Египта — это и образ нашего с вами крещения, когда мы с вами отказываемся от сатаны и всех действий его. И вот Блаженный Августин пишет по этому поводу. «Мы были выведены из Египта, где под видом фараона служили дьяволу, где занимались кирпичным ремеслом среди житейских страстей и творили их с большим усердием. Но Христос призвал нас, как делателей кирпичей. Он сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Итак, мы были выведены оттуда, пройдя через крещение, словно через Красное море. Мы об этом еще поговорим, переход через Красное море народа израильского. И далее Блаженный Августин продолжает. «Мы были выведены оттуда, пройдя через крещение, словно через Красное море. Красное, потому что освященное кровью Христа, когда умерли все наши враги, которые нас преследовали, то есть после уничтожения всех наших грехов». Конец цитаты. Итак, мы видим, что Блаженный Августин здесь проводит ту самую параллель, о которой я сказал выше, что царство Египта – это всегда царство зла и дьявола, а фараон – всегда прообраз дьявола и сил зла и антихриста. Когда мы с вами читаем «Утреннее правило», отрекаясь от всех дел сатаны, то там есть такие слова, когда мы читаем «Нагомилосте и милости Божий мой, Господи, и Сутих Шристе», есть такие слова «Сподобие Господи ныне возлюбите тебя, и кшизлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебя без ленности, очень якоро поработать прежде с нами льстивому». То есть, это как раз речь идет о том, что выход из Египта – это всегда отвращение от прежней жизни и вход в жизнь новую во Христе и со Христом. Вот Климент Александрийский по этому поводу пишет тоже интересные слова. Святитель о глиняном сердце фараона. Он так и говорит, цитата. «Потому, может быть, и сказано, что Бог ожесточил сердце фараона, что таково было вещество его сердца, что воспринимало прикосновение солнца правды». Здесь солнце правды с большой буквы. Господь Иисус Христос, как он назван в книге, в малых книгах пророка Михея, так и пишет. «Воспринимало прикосновение солнца правды не в той части, которая просвещает, а в той, которая сжигает и делает твердым и ожесточает». Сегодня, когда православные христиане стараются достучаться до людей, не верующих словом Священного Писания, то часто мы видим, что то, что мы им говорим, не всегда воспринимается, и даже иногда с какой-то агрессией, с какой-то жестокостью. И многие люди, не представляю, что я еще штатный миссионер юго-западного векариатства, поэтому для меня миссионерство – это дело, в общем-то, жизни. И часто люди говорят, что мы и так уже с людьми по-всякому, а их сердца настолько жестокие, огрубели, что же нам делать, и как нам быть в этой ситуации. И вот в послании апостола Павла Коринфянам, 2 глава, 14-15 стих, на этот вопрос мы получаем ответ. «Что делать с людьми жестокосердными?» Сказано, «Но благодарению Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». И далее. «Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» То есть мы видим, что апостол Павел говорит, что для одних наше слово, как и для этого фараона, народ израильский, живший там, он был как некий страх, как некий запах на смерть. Но для других повивальные бабки боялись Бога, за что их Бог и наградил. Это был запах живоносный. Вот что сказано по поводу, да, очень важный вопрос, который мы уже коснулись, по поводу лжи. И что Бог вознаграждает этих повивальных бабок за то, что они обманывали фараона, не совсем так. Вот Блаженный Августин об этом рассуждает следующим образом. Цитата. «Ложь часто бывает для чего-либо спасения или благополучия, не для зла, а из-за милосердия, как, например, в Исходе. Ложь, пишет он, тех повивальных бабок, которые сообщили фараону неправду, чтобы не убивали сынов Израиля. Однако достойно похвалы не само деяние, но природная склонность, так как если кто только таким образом лжет, однажды удостоится освобождение от всякой лжи». Конец цитаты. Мы видим рассуждение Блаженного Августина. Он говорит, «Если из-за милосердия нет людей совершенных, но ты солгал, то однажды ты совсем отвратишься от лжи». И в другом своем сочинении он пишет, оно так и называется, «О лжи следующий образ, как продолжает эту тему, вот его цитата о повивальных бабках, это было, пишет он, не потому, что они солгали, то есть, что Бог их вознаградил, не потому, что они солгали, но так, как были сострадательны к людям Божьим. Итак, их вознаградили не за лукавство, но за благое намерение, благость разума, а не за греховность лжи». Конец цитаты. Мы видим, что отцы церкви объясняют, что именно за склонность к тому, что они хотели спасти жизни, и даже вот такое состояние было, их состояние лжи, Бог наградил их именно за это. Не только в Священном Писании, но и, например, в классической литературе мы встречаем подобные образы о жестокости, о милосердии людей. Например, о жестокости человеческих сердец, человеческого общества. Можно встретить интересный рассказ, да вообще во всем сочинениях Федора Михайловича Достоевского очень много об этом повествуется. Например, «Мальчик у Христа на елке». Это же удивительное огрубление общества, которое мы встречаем. Этот несчастный мальчуган, у которого мама уже умерла, он ходит по улицам города, никто ему ничего не дается, его прогоняют, и вот он замерзает где-то там в дровах, но Господь его приводит к себе и забирает таких людей к себе. Поэтому жестокость человеческого общества это, в общем-то, не открытие для многих из нас, и то окружающее состояние, которое мы видим, сегодняшнего мира и сердец человеческих. Но есть люди и милосердные, такие, как и эти повивальные бабки. И мы... Есть еще одно интересное произведение, если уже говорят о классике, например, Виктору Гюго, «Отверженные», где он пишет о том, что одна монахиня, скрывая вот этого Жан-Вальджана, она единственный раз в своей жизни она солгала, потому что хотела спасти ему жизнь. Таких примеров, как в жизни, так и в священном писании, мы можем найти много. Милосердие по отношению к людям и жестокие сердца. Это все происходит как результат того, что мир во зле лежит, и грех проник всем своим, всей своей силой, насколько Бог ему, конечно, позволяет, и зло в этот мир, и в том числе и в человеческое сердце. Как об этом же писал тот же Федор Михайлович Достоевский, что идет борьба между добром и злом, и ареной этой борьбы является сердце человека. И вот фараон, и его жестокосердие, оно настолько превзошло все, что может быть только доброе внутри человека, что уже фараон не был способен к покаянию. Мы дальше будем с вами изучать Священное Писание, увидим, что будут и 10 египетских казней, но фараон будет, вроде бы, делать попытки и говорить, что да, я готов вас отпустить для того, чтобы поклониться Богу, но эта готовность его будет лишь только тогда, когда Бог будет посылать какие-то скорби в жизни фараона и его народа. И чтобы заключить сегодня нашу такую первую встречу, беседу на первую главу книги «Исход», я бы хотел в заключение привести слова свидетеля Анзлатоуста по этому поводу, по поводу жестокости фараона. Он пишет, цитата, «Фараон повелел бросать младенцев в реку, если бы младенцев не бросали туда, если бы не было такого повеления фараона, то Моисей не был бы спасен и воспитан в царском дворе. Когда его спасли, он не был в чести, а когда вытащили, тогда стал в чести. Это сделал Бог, чтобы явить свое могущество и мудрость». Конец цитаты. Я не случайно закончил именно этой цитатой. Это будет как бы пролог ко второй главе книги Священного Писания, книги «Исход», где мы с вами будем рассматривать чудное спасение пророка Божия Моисея и в дальнейшем его чудесный выход, чудесное его стремление и избрание к Богу, чтобы вывести народ израильский из рабства египетскому фараону для поклонения Богу Единому и Всемогущему.